Ветер хороший, и мы летим под парусами. Место нам нашлось на этот раз. Швардуемся. Мы дикие русские люди, у которых за одну гранат просят 300 рублей. Мы планировали пообедать в этом кафе, а потом отправиться дальше. Но не тут так было. В 395 году до нашей эры... Зигула штука. Ну вот это, рыба какая-то. Вот видите? Мурена. Мурена? Вот это черное? Скай сюда. Утро. Сейчас мы запечатлим акт вандализма. Давай-давай-давай, самый спелый выбирай. Давай сверху, они получше обычного. Сверху-то? Давай. Кому-нибудь получу. Ну, мы дикие русские люди, у которых за одну гранат просят 300 рублей. 300? Ну, почти. И решили попробовать местные. Тем более, что нам сказали, что они не такие мясистые, но уже сладкие. Да? Смотрите, вот так вот выглядит тот гранат, который мы сорвали. Очень сладкий, но не мясистый. Ну, в принципе, есть можно. Бакланы, наверное. Бакланы. Бакланы, наверное, добрый? Есть. Слушай, иди ко мне. Бед на Босбурум. С воды. Алкоголь наиболее беден, он начинается с 21 года. С воды он смотрится куда-нибудь, а если чем суши, если честно. С 4. С алкоголем, там же алкоголь, нет? Там самое главное. С алкогольным, в принципе, можно. Ну, это же просто классно. Отправили Беллу собирать кранцы. В принципе, для нее это привычное занятие. На нашем авосье она всегда этим занималась. Но на большой яхте кранцы потяжелее. Ну, ничего, пора привыкать. Вон там вот есть проход. Мы когда шли сюда, обходили этот остров. Можно было пройти вот здесь вот. Но этот проход очень умский и очень мелкий. Мы не рискнули. Там вроде как глубины до двух метров уменьшаются. А, соответственно, у нас осадка 2,3 метра. Ну, не рискнули. Все-таки яхта чар такая. Стремно. Вышли из Бузбурума. Юля нас ведет к нашему следующей точке. Знает курс, как свои пять пальцев. Не приходит даже прокладывать по картам. Просто палец подняла вверх. Просто Юля, если раз прошла, она уже помнит, куда она шла. Что на машине, что на яхте. Вот. А так как там Бузук Кулейти, которые мы уже были, соответственно, она дорогу знает. Во-первых, такие горы возвышаются. Где вода? Вот, кстати, наблюдайте. С этой стороны, по-моему, Белл, нет? Наблюдайте преимущество чартерной лодки, что здесь оторван... Здесь оторвана молния, и мы не можем прицепить боковые шторки, которые у нас будут защищать от солнца. Здесь она еще не оторвана. Вот. Здесь почти оторвана, но не оторван до конца. А вот обратная сторона вообще уже без молнии. Это износ лодки. Износ лодки. Впереди открывается такой живописный вид. Идем, кстати, под парусом. Наслаждаемся легким бризом. Вот. Ну, вообще, к обеду сейчас ветер начнет стухать. Я надеюсь, мы выйдем дальше в море к этому времени. Там ветер будет посильнее. Ну что, мы наконец-то распустили паруса. В прошлые дни. Один день нам пришлось идти вообще под мотором, потому что ветра не было. В этот день ветер хороший. И мы летим под парусами. Ветер в 5,3. А скорость мы развиваем в 6,2. На целый вызов более быстрее ветра. Я, конечно же, про истинный ветер. Вымпельно сильнее. Наши паруса Огромные. Юля отлично держит водку. Молодец. Ветером автопилот не включаем, потому что автопилот неадекватно работает рулем, когда водка на ветру. А идти нам вон туда. А вот посмотрите, какая яхточка сейчас нас будет обгонять. Это уже целый корабль. Красота. Ветер совсем стук. Вот. 1,8,9. Это еще сейчас. Вообще было 0,6. Мы решили спускать рот и идти уже в 1,9. Два раза пик. Витя залез на биби-биби. Ну, он стоит на арке. Арка плотнее биби. Надеюсь, ничего не рухнет. Витя Витя Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok 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 Но не тут-то было Во всех этих маленьких ресторанчиках есть одна большая проблема Они не принимают оплату картами Идти в горы нам пришлось голодными Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Вот здесь стоит наша яхта ДимаTorzok Шикарный вид Просто шикарный вид На выходных здесь просто нет места, вообще нет места ДимаTorzok 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 В 395 году до нашей эры в заливе собирался объединенный флот Афин Перед Книдским сражением со спартанцами А в 305 году до нашей эры Димитрий, сын Антигона Одноглазого Готовил здесь свои корабли для нападения на Родос Во времена Средневековья, в период владения Родосом рыцарями ордена госпитальеров святого Иоанна Иерусалимского Залив использовали торговые корабли с Родоса Некоторое время мы стояли и ломали голову над назначением этой штуковины расположенной на одном из выступов стены Кто знает, что это? КОНЕЦ После долгой прогулки перед отплытием мы решили немного освежиться Два прыгай, как я Я прыгну КОНЕЦ 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 Субтитры делал DimaTorzok Вот эта узлость с камнем почти посередине, это вход в бухту, где мы планируем ночевать. Субтитры делал DimaTorzok В августе. Просто, я бы сказала, яблоку негде упасть. Ну, это местечко вы уже видели на нашем канале в серии видео о том, как Витя получал IYT. Это место называется Сердцелемания и ресторан Кофтеннемо. Да. Скажу сразу, место намного интереснее и красивее, чем получается на видео. Вот почему-то так вот, не знаю. На меня оно на видео не произвело такого впечатления, как оно в жизни. Вода здесь чистейшая. Черепахи прямо вот вокруг вас тоже плавают. Кому интересно, вот меню. Смотрите, как красиво. Возвращение блудной королевны. Ну, рассказывай, где была, что видела. Я уже готовил спасательную операцию. Уже начал договариваться. Да, вот так вот, короче. Ну, потому что, чтобы пару просто сдавать, там суть. Никак не могу отдышаться после своего плавания на сапе. Кремо вот так вот сидеть. Закинем ножки. Дышать воздуха. И наблюдать за козочками. Как они пасутся по горам. Не представляю, как они прыгают. Вот, если честно, по этим горам ходить, ну, очень сложно лазить по ним. Я пробовала. А козы, они прямо вот перепрыгивают. Белла все караулит черепах. Она, наверное, человек упорный. Черепахам проще сдаться. Зигнула штука. Ну, вот это рыбы. Вот, видите? Мурена. Мурена? Вот это черное? Да. Вот это похоже на мурена. Да, это мурена, реально. Офигеть. Белла, ты мурену нашла? Да, я нашла мурена. Она здесь зевала. Только она это самое, пальцы любит. Вон, она сейчас еще раз. Ему можно покорить мясом. Ребят, я нашла мурену. А вон он, крабик. Мне краб не интересует. Она что-то там эту рот открывает. Она видит нас. Конечно, ты видит. Она ждет, когда ты спустишься, чтобы тебя срустить. А почему она не сняла меня раньше? Потому что раньше она тебя боялась. А теперь? Она, видишь, уже даже морду высунула. Ну, мурена очень острые зубы. Я тоже думала. Приветик. Ух ты, какая-то улыбашка. Ой, блин, она потрясающая. На нас здесь еще вот такое помещение. Типа срундука, что ли. Ну, наверное, для всяких сапов, если вы какое-то до дальнего путешествия идете. Подсобка. Вот. Конечно, подсобка это всегда круто. Но. Закройка. Когда ты идешь на нос для того, чтобы сбросить, либо поднять якорь, тебе тупо негде встать. Это приходится встоять вот так вот. Ну, лично мне это при моем-то росте 73 сантиметра неудобно. Потому что здесь у тебя уже открытый якорный рундук, ну, в который тебе неудобно, да, падать. А здесь у тебя это стекло, которое стремно продавить, там, разбить. И приходится вот так вот стоять, ноги разъезжаются. Вот. Иногда приходится стоять достаточно длительное время, пока там выбираете место для спуска якоря. Очень удобно, если бы вот этот вот вход в этот рундук был где-нибудь вот чуть-чуть подальше или чуть-чуть поменьше, не знаю. Но поменьше, наверное, туда бы вещи не влазили. Было бы классно. Витя закрепляет сап. Я на нем сегодня прошла до самого входа в этот залив. И меня ветром чуть не вытащило обратно в Средиземку. Очень сильный ветер, мне было очень тяжело грести против волны и против ветра. Вот, смотрите, как симпатично ресторанчик выглядит вечером. Днем и пустынный, и выглядит, может быть, где-то стремновато. Но вечером очень милое место. Если вы хотите увидеть экзотику, то это место самое то. Поехали. 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 Продолжение следует...